меня зовут михайлова света мне 30 лет я живу в городе герой волгограде данный момент я работаю на большом-большом заводе я контент-менеджер снимаем рекламу максимально творческая интересная работа я могу видеть весь процесс просто создание продукта до упаковки и уже отправки его покупателям например зайти в лабораторию посмотреть как смешивают какие-то концентраты для того чтобы создать новый продукт и после обо всем этом снять контент а я привыкла все делать с душой с расстановка и чистого всего сердечко своего одно из самых ярких воспоминаний с детства это когда маленькая сижу напротив музыкального центра рядом со мной такая куча кассет который для того чтобы перемотать какой-то песни нужно было засунуть карандашик и прикрутить и каждую песню я прослушивала и записывала так как слышу моя главная цель на проекте это почувствовать весь кайф я понимаю что многие приходят ради победы я прихожу ради эмоций и ради классного опыта встречайте контент-менеджер из волгограда светлана михайлова ты больше не звони мне сердце не тревожит и вдруг он мне не говори обид которых нет от них бросает в дрожь пусть это не любовь пусть это счастье след я не хочу холодных слов свой камень не кидай мне горечь и послед нет ты не целой мои воспоминания не обещай надежды без любви моих ночных обид щемящие мерцанье ты не терзай не береги души слезами за барабаню дождь слезами за барабаню дождь слезами слов любви ко мне ты не придешь за годы чувств благодарю за радость наши встреч улыбкой горькой озарет Кто создан для любви, тот луч из людей. Ты не целуй мои воспоминания, Не обещай надежды из любви моих ночных обид. Семьящие мерцанье, ты не терзай, не бередит души. Ты не целуй мои воспоминания, Не обещай надежды из любви моих ночных обид. Семьящие мерцанье, ты не терзай, не бередит души. Ты не целуй мои воспоминания, Не обещай надежды из любви моих ночных обид. Семьящие мерцанье, ты не терзай, не бередит души. Ты не целуй мои воспоминания, Светлана Михайлова и Авраам Руссо! Как прекрасна группа поддержки отрабатывает свой гонорар. Но нет, они это делают по любви. Авраам, вы владеете десятью языками, это так? Много чего знаю, да. Много языков. С вас комплименты на любом из них для наших прекрасных дам. Можно один на двоих про блестящее платье. Они по-братски поделят, да. Ты прекрасна. Надеюсь, это что-то хорошее было. Очень хорошее. Говорит на иностранном языке. Так, у жюри было время подумать. Денис, что скажете? Кошмар. Грязная игра? Скажу. Ну, потому что, во-первых, Авраам, конечно, конечно, я знаю. Ну, вот это прямо вот в сердце. Знаю. Но он сейчас другую песню. Авраам, спасибо за это. Это другая песня сейчас была, да? Я пони... Да, но... Хорошо. Но... Просто человек признается в любви артисту. Но... Света. Вот этот момент, когда вышел Авраам, действительно, он самый-самый драматичный, наверное, в этом выступлении был. И вы не потерялись. Рисаться руки до сих пор. Я вижу, я вижу. Вы знаете, это одна из тех... Это одна из тех ситуаций, когда мы все здесь сидели и разводили руками. Вот так. Когда оба запели, мы вот так разводили руками, потому что это настоящий, потрясающий, красивый, сценический номер. Но, но... Мне кажется, что Авраам сказал на другом языке, дайте вы девчонкам приз, я пойду. Поэтому... Авраам, любовь моя. Знаешь об этом. Знаешь, как люблю. Ну, ничего. Обожаю просто... До этого, Лариса, главное, что ты еще кому-то... Сколько-много десятилетий, буквально с первого дня, как ты приехал в страну. Обожаю тебя. В тебе так много мужчины. Взаимно. В тебе так много джентльмена. И я думаю, что даже если все голоса мы сейчас отдадим тебе, то ты их соберешь в охапку и бросишь к ногам Светланы. Света, было, правда, очень сложно, потому что у вас все потрясающе. Сложилось ни убавить, ни прибавить. Голосуйте, Лариса. Можно я отдам Аврааму? Но люблю, я ничего не могу сказать. Вам можно все. Я возмущена, я возмущена. Мне надо, мне надо поучиться, оказывается, не вокальным данным у артистов, которые выходят, а мне нужно поучиться у Ларисы, как умудриться нажать на любую кнопку, и при этом все были довольны. У меня вопрос, у меня вопрос. Подождите, где таких красоток делают? Если честно, ощущение было, что просто две звезды поют уже давно, любят друг друга, и у них все сложилось. И у них прям вот это, ну, дорогого стоит, поэтому я думаю, что, в общем, да, можно я так сделаю. Два-один! Пока что два-один, но что скажет Егор Канчаловский? Мне вообще близка концепция, когда брюнет-мачо соблазняет блондинку белокожую. Я поэтому на это смотрю, как на одно целое, конечно, в итоге, конечно же. Но все-таки проголосую за Светлану. Спасибо большое. Спасибо. Три-один! И финальное слово. Нас побеждал. У нас опять за Денисом. А можно обратиться к группе поддержки? Ребята, вам слово. Ребят, когда вы увидели, что выходит Авраам Руссо, ваши первые мысли, он ее перепоет. Что будет? Он запутает ее в своих волосах. Да. Лично я понял, что это готовый симбиоз. Я согласен полностью с теми, кто высказывался в эту сторону. Мне вообще показалось, что они так слились, что в какой-то момент они повернутся к друг другу и скажут, давай поженимся. Я думаю, здесь слова излишни. Такая химия, переходящая в физику. Да. Очень. Остановись. Вот я все к спортивной теме возвращаюсь. Очень многое значат болельщики. Они дают вот немного того, что... Ну, вы знаете, когда равный матч? И вот они дают. Цвет. Спасибо вам большое. Итак, Денис Казанский отдал свой голос Светлане. Именно так, со счетом 4-1 побеждает Светлана Михайлова. Это было прекрасно. Это было красиво. Это было филигранно и на высоте. Светлана Михайлова. Светлана Михайлова и Авраам Руссо! Спасибо!